Привет, мои дорогие друзья! С вами снова я, Олеся Медведева, и в этом видео мы с вами поговорим о деньгах. Национальный банк Украины сегодня взял и девальвировал гривну на целых 25% сразу. Курс был зафиксирован НБУ еще с момента начала российского вторжения и составлял 29 гривен 25 копеек за доллар. А теперь его закрепили на уровне 36 гривен и 60 копеек, прям как нормальная температура человека 36,6. На самом же деле этого ждали уже довольно давно, то есть это по сути был вопрос времени. Все дело в том, что девальвация гривны может помочь пополнить украинский государственный бюджет. Ведь у нас огромный ежемесячный дефицит. По озвученным представителями украинской власти данным, дефицит составляет где-то 9 миллиардов долларов в месяц. А также это должно помочь экспортерам, которые и так очень сильно страдают из-за того, что экспортировать их продукцию из-за блокировки украинских портов фактически пока невозможно. И давно уже в обменниках и финучреждениях курс доллара был где-то 36, 37, вплоть до 38. Но сегодня, когда Насбанк принял такое решение и зафиксировал новый курс гривны, в обменниках курс стал еще выше. То есть почти 40 гривен за один доллар. Самый болезненный вопрос, который возникает в связи с этим, поднимутся ли цены? И что будет дальше? Поговорим об этом прямо сейчас. Спойлер. Да, цены поднимутся. То, что в обменниках доллар еще выше, тоже вполне ожидаемо, поскольку финансовые учреждения такого плана не могут работать себе в убыток. У банков средние наличные курсы поднялись на 1-2,5 гривны и зафиксировались в довольно широком диапазоне от 37 до 39 гривен 20 копеек за доллар. А максимальные вышли на 39 гривен 50 копеек за доллар и даже кое-где есть 42 гривны за доллар. Их ставили Банк Кредит Днепр, Коммерческий и Индустриальный банк, Юнекс Банк, Аккорд Банк, Банк 3 на 4 и Айбокс Банк. В обменниках финансовых компаний доллар также подорожал. После 13.00 сегодня он достиг 39 гривен и 55 копеек за доллар. Главной же причиной официального повышения курса гривны к доллару считается стремление украинских властей поддержать экспортеров, которые очень сильно пострадали, и государственный бюджет, дефицит которого наблюдается с момента российского вторжения и лучше не становится. Наши источники сообщают, что руководство Нацбанка вчера весь день спорило с верхушкой Кабмина и представителями офиса президента. 36,6 это был такой компромиссный и символический вариант, на котором в итоге все сошлись. В целом же причин, почему гривна девальвировала сразу на 25%, почему ее так опустили, было несколько. Во-первых, это наполнение госбюджета большим количеством гривны за счет ее девальвации. Как я уже говорила, по данным украинских властей, ежемесячный дефицит украинского государственного бюджета составляет 9 миллиардов долларов. Этот дефицит планируют покрывать за счет финансовых поступлений с Запада и всякой международной финансовой помощи. Однако, вот на данный момент пока ни западные партнеры, ни международные финансовые организации не подтвердили свое стремление или же прям обязательство ежемесячно давать Украине такие деньги. Поступления, которые есть уже сейчас, они значительно меньше, менее 5 миллиардов долларов в месяц. В таких условиях единственным способом свести в бюджете доходы с расходами является девальвация гривны. То есть, чтобы поступающие с Запада средства превращались в большее количество гривен. И уровень, до которого Национальный банк Украины может еще опускать гривну, будет прямо зависеть от объема западной финансовой помощи. Пропорция такая. Чем меньше она будет, тем больше будут опускать курс гривны. Вторая причина – это поддержка предприятий экспортеров, которые оказались в не очень хорошем положении после начала войны, в том числе из-за блокировки украинских портов. Но, понятное дело, что не только. Кроме этого, за счет девальвации официального курса этих самых экспортеров хотят простимулировать возвращать валютную выручку в Украину. Ведь многие эти экспортеры придерживают доллар за границей, а бизнес ведут за гривневые кредиты под 30%, которые выдавались под залог придержанной выручки, имеется в виду эти кредиты. И ожидают, что после девальвации гривен эти самые экспортеры заведут доллар в Украину. Потом продадут валюту на межбанке и за эти деньги погасят гривневые кредиты. Но это, конечно, все в теории. Но тут стимул еще и такой, что на продаже каждого миллиона долларов компания сможет заработать 7 миллионов гривен. И третья причина – подрастут доходы банков, финучреждений. Те, кто накопил крупные валютные позиции, смогут продать доллар и также увеличить свою операционную прибыль на разнице курсов, разместив при этом полученную гривну в депозитные сертификаты нацбанка под 23%. Или же погасив подорожавшее рефинансирование. Варианты, в общем, разные. Но понятное дело, что за это кто-то должен платить. И несложно догадаться, что платить будет население. Понятное дело, что вслед за курсом взлетят цены на импортные товары, которые покупаются за валюту. Ожидается, что подорожание будет пропорциональным. То есть, девальвация на 25% значит и подорожание импортных товаров на 25%. А раньше же у бизнеса была возможность покупать доллар у нацбанка по курсу 29 гривен 25 копеек за доллар. И в пересчете на гривну дешевле заводить импортный товар в Украину, продавать его и получать какую-никакую выручку. Все, этого теперь не будет. Также аналитики говорят о том, что надо еще готовиться и к подорожанию топлива на 25%. В связи с этим вырастет цена почти на все. Потому что перевозки, логистики, если вырастет цена на бензин и дизельное топливо, в общем, сами понимаете, все подорожает. Также Национальный банк Украины объявил и о ряде других нововведений. Теперь людям можно снова покупать безналичную валюту. То есть через мобильные приложения и системы интернет-банкинга. Это было запрещено с момента начала войны. С 21 июля это снова позволили, но в рамках лимита 50 тысяч гривен в месяц. А также при условии размещения эти купленных долларов или евро на депозит без права досрочного расторжения от 3 месяцев. Вместе с этим Национальный банк ввел еще несколько ограничений для населения. Втрое сократил сумму карточных переводов населения с гривневых карт украинцев на валютные карты в иностранных банках. То есть P2P переводы со 100 тысяч гривен до 30 тысяч гривен в месяц. Сохранил для гривневых карт ограничения по расчетам за границей в размере 100 тысяч гривен в месяц. Но потребовал от банков, чтобы это ограничение было рассчитано на все гривневые карты человека в одном банке. Если у него 2-3 гривневые карты в одном банке, то по ним в сумме будет действовать ограничение в 100 тысяч. А не по 100 тысяч гривен на каждую карту, как было в некоторых банках раньше. Также Национальный банк ввел ограничения по лимиту снятия инвалюты с гривневых карточек за границей в размере 12,5 тысяч гривен. Раньше ограничение тоже было, но было рассчитано на месяц. В месяц позволялось снимать валюты на 50 тысяч гривен. Теперь эту сумму разбили на недели и закрепили ограничение в разбивке на 7 дней. Все эти карточные лимиты нацбанком введены только с одной целью. Минимизировать влияние схемы валютных челноков. Схема эта очень простая. С ней усиленно борется нацбанк. Человек с гривневой карты в долларах в валюте снимает деньги где-то за границей. Потом валюту завозит в Украине, продает совсем по другому курсу. Ну а дальше полученные денежки в гривне снова кладут на свой счет, выезжают за границу и повторяют операцию. Причем на этом можно было неплохо так заработать. И с этой целью люди в разных банках открывали по 5-6 карт. И использовали этот лимит на снятие в 50 тысяч гривен за пару дней или вообще за день. Теперь давайте попробуем ответить на вопрос, а что же будет с курсом дальше? Где-то в обменниках он уже перевалил за 40. Но предел ли это? Эксперт Андрей Шевчишин считает, что 40 гривен за доллар это локальный максимум. Он говорит, думаю, в ближайшее время выше не будет. Рынок должен прийти в себя, учесть все движения, спекуляции и панику. Но опять же таки, в перспективе дальнейшая девальвация, когда 50 гривен будет стоить 1 доллар, вполне возможно. Это не исключено. Экономист Алексей Гераченко говорит, курс доллара гривни определяется многими факторами и проводимой политикой. На сегодняшний день мы имеем огромный дефицит бюджета. Частично он финансируется зарубежной финансовой помощью. Частично фактически эмиссией гривны. Когда Национальный банк выкупает военные облигации Минфина. То есть, тем самым он фактически печатает новую гривну. Соответственно, если эти объемы будут в размере 70, 80 и 100 миллиардов гривен в месяц, это просто будет новая гривна, которая будет поступать в систему. Соответственно, коридор курса 40-50, он вполне реален до конца года. Политика будет сдержаннее. То есть, темпы этой эмиссии будут 20-30, пусть 50 миллиардов гривен в месяц. Такого падения можно будет избежать. Политолог Руслан Бортник считает, что если война будет затяжной и будет продолжаться, то уже следующей весной можно будет наблюдать курс 50. Если война не прекратится и мы не сможем достичь какого-либо ощутимого перелома на фронте, то гривна будет девальвировать. Если ситуация будет благоприятной, то курс даже может укрепиться, может вернуться к каким-то предварительным показателям. Также зависит и от уровня финансовой помощи со стороны западных партнеров. Если он будет отвечать нашим потребностям, это от 6 до 9 миллиардов долларов ежемесячно, то курс будет стабильный. Ежели, если же она будет ниже, мы будем вынуждены имитировать гривну, и курс будет проседать дальше. Гривна будет девальвировать, это будет тянуть за собой инфляцию. Да и в принципе эксперты, как и прежде, считают, что движение курса гривна-доллар будет зависеть от целого ряда факторов. Это ситуация на фронте и ход боевых действий будет зависеть от масштабов эмиссии гривны, которую НБУ ведет с начала войны, которая уже превысила 200 миллиардов гривен, будет зависеть от роста официальной инфляции, которая вышла на 21,5%, а также от реального повышения цен в торговых сетях. От темпа, в котором международные партнеры будут фактически перечислять в Украину свою денежную помощь, которая двигается не очень быстро после официального утверждения. Ну и, конечно, есть факторы неизвестности, это дополнительные факторы и всякие форс-мажоры, которые могут возникать как в Украине, так и за рубежом, и все это, безусловно, будет влиять на курс. Вот такая история, друзья мои, такая информация к вашему размышлению. Как говорится, осведомлен, значит вооружен. Надеемся на лучшее, но всегда стоит быть готовым к разным сценариям. Совсем скоро мы с вами снова увидимся, будем подводить итоги уходящего дня, поговорим о том, что произошло за сегодняшний день. Сегодня, я напомню, 21 июля. Чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь на наши каналы. Это Страна Юи и Ясно Понятно в Ютубе. Плюс наш телеграм-канал Политика Страны тоже ждет вашей подписки. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok